Всем привет, меня зовут Лина, и я рада вас приветствовать в моем канале. Достаточно много людей каждый день меня просят снять видео о том, что находится в моем телефоне, потому как такое видео снимало достаточно давно, в январе, когда мне и купили мой телефон. Так вот, много чего поменялось, поэтому я решила снять видео о том, что находится в моем айфоне. Это видео не снято для того, чтобы похвастаться или показать мой телефон в кадре. Это видео не снято, потому что много людей просили меня сделать у меня такое видео, и я сама люблю такие видео, поэтому поехали. Чтобы в комментариях вы не задавали лишних вопросов о том, какой у меня телефон, то я вам расскажу. Мой телефон это айфон 6s plus в цвете rose gold на 64 гигабайта. И да, прошлый мой телефон был на 16 гигабайт, и этого было мне не достаточно, поэтому мой этот телефон на 64 гигабайта. Ну и первое, это конечно же экран блокировки. На экране блокировки и на экране домой у меня стоят одинаковые обои, это ромашка в руках. И могу сказать, что меня эти обои вполне устраивают, так что я их пока что так и оставлю. Также показана дата, время, количество процентов зарядки, потом Wi-Fi сигнал и все такое, но в принципе это неинтересно, поэтому мы переходим сразу к главному экрану. Итак, далее мы переходим к экрану домой. Первые четыре приложения это сообщения, календарь, фото и камера. Этими приложениями я пользуюсь почти каждый день, поэтому они и стоят у меня первыми. Далее идет очень важное приложение для меня, это ВКонтакте, потому что там я общаюсь со своими друзьями. Следующее это погода. В эту погоду я не так часто захожу, как в погоду Yahoo или Yahoo. Да, но иногда все-таки захожу. Следующее это Перископ. Я подписана в Перископе, как Laguna 2004, так что подписывайтесь на мой Перископ, а также подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте, потому что я там пишу все свои новости, публикую свои разные фотографии, сообщаю вам обо всем, поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь. Следующее это Skype. Достаточно важное для меня приложение, потому что я там общаюсь со своими друзьями, родственниками, знакомыми и поэтому, да, как же без скайпа. Следующее приложение называется VK Fit. Это приложение для того, чтобы сидеть ВКонтакте через невидимку, я думаю, многие знают об этом. То есть, как на Android Kate Mobile, то здесь VK Fit. Могу сказать, что это полезное приложение, потому что если ты имеешь несколько страниц, то ты можешь войти в них, просто переключаться по страницам, и не надо вводить каждый раз логин и пароль. Поэтому, да, я надеюсь, вы меня поняли, потому что я умею объяснять. Следующее приложение это Ask.fm, я в Аске подписана как Laguna2002, потому что кто-то давным-давно украл мой ник Laguna2003, вот. И поэтому я сейчас Laguna2002, но если бы у меня была возможность, то я бы, конечно же, изменила свой никнейм в этой соцсети. Могу сказать, что я в Аске захожу очень-очень часто, поэтому если вас интересуют какие-то вопросы, и вы не можете их написать мне ВКонтакте, то пишите туда, анонимно, не анонимно, как хотите, но я на многие вопросы отвечаю, которые вас интересуют, так что подписывайтесь на мой Ask. Следующая это погода Yahoo. Могу сказать, что мне она нравится больше, потому что тут все более подробно рассказывается о погоде, то есть как и сколько градусов на улице, так и какая будет погода на ближайшую неделю или там три дня, затем по часам можно посмотреть погоду, а также узнать, какая сегодня влажность, видимость, какой комфорт, также сколько осадков было или будет, ну да, поэтому достаточно полезное приложение. Следующее приложение это iTunes Store, и могу сказать, что мне вообще не нужно это приложение, я никогда им не пользуюсь, никогда в него не захожу, поэтому... Следующее это часы. Каждый день я не захожу в это приложение, потому что ставлю себе будильник, и могу сказать, что да, я ставлю будильник летом, потому что не хочу просыпаться в 2-3 часа дня, и... вот. Следующее приложение это Здоровье. Я вообще этим приложением не пользуюсь и не знаю, что у нас здесь сделает, но пусть будет. Далее это Snapchat. В последнее время я стала реже пользоваться этим приложением, потому что нашла более крутую программу, о которой я вам расскажу позже. Далее это... Кстати, в Snapchat я подписана как «Элиночка228». Далее это FaceTime. Очень редко пользуюсь FaceTime, потому что не у многих моих друзей есть телефоны или вообще какие-либо устройства продукции Apple. Затем YouTube. Каждый день захожу в это приложение, потому что я там смотрю и сериалы, и видео разные. Вот, поэтому могу сказать, что это офигенное приложение. Да. Я смотрю, кстати, закрытую школу. Далее это мой Twitter. В Twitter я подписана как «Лагуна2004». Кстати, я недавно начала писать твиты, поэтому подписывайтесь на мой Twitter, чтобы узнать обо мне больше. Почти всеми следующими приложениями я вообще не пользуюсь. Первое это видео. Я не пользуюсь никогда этим приложением, мне оно не надо. Далее замески и напоминания очень редко использую. Следующее это Viber. Viber я пользуюсь довольно часто, потому что бесплатно звонить своим родственникам, друзьям, знакомым, это круто. Следующее это App Store. Пользуюсь довольно часто, потому что скачиваю себе разные приложения, программы, игры и так далее. Последнее приложение на этой странице это Game Center. Вообще не пользуюсь, не понимаю, зачем оно мне надо. Вообще. Мы переходим ко второй странице. Первое приложение на второй странице это настройки. Добавляю, я часто им пользуюсь. Далее калькулятор. Тоже нередко использую это приложение. Следующее это папка дополнения. Единственная моя папка в телефоне и тут собраны все приложения, которые мне не нужны. Единственное приложение, которым я хотя бы иногда пользуюсь, это Digtofon. Далее приложение активности. Это приложение для Apple Watch. Следующее это приложение для обработки фото и видео. Ну для видео у меня здесь только iMovie. Очень редко обрабатываю видео в iMovie на телефоне, но все-таки нужно мне это приложение. Далее это Afterlight. Платное приложение для обработки фото. Если вы не видели видео о том, как я обрабатываю свои фотки в Instagram, то нажмите вот на мое лицо и перейдете на то видео и посмотрите его. Следующее приложение для обработки фото это NoCrop. Затем Line Camera, Layout, B-112, Avatar, PixArt. Итак, вот это приложение под названием Snow. Ты просто нажимаешь на смайлик и можешь выбрать любую штучку, которую вы подставите под свое лицо. То есть вот, например, я подставила то, как я плачу сердечками. Также можно подставить, к примеру, вот такую вот белочку или оленя. Или, да, или оленя. Также можно поставить единорога, который дышит радугой. Вот. Ну то есть тут очень-очень-очень много различных таких штук, которые вы можете подставить под свое лицо. И, да, поэтому, как по мне, эта программа лучше Snapchat и мне она нравится больше. Далее приложение Repost. Это приложение для того, чтобы сделать репост в Инстаграме какой-то фотографии другого человека. Я думаю, все понятно. Следующее это приложение Boomerang. Так, в этом приложении вы можете делать короткие видео. Ну, только, получается, вы двигаетесь как-то. То есть там, я не знаю. Вот. И вот такие вот короткие интересные видео вы можете делать с помощью этого приложения. Следующее приложение это Melody Player. С помощью этого приложения вы можете скачивать музыку с контакта и слушать ее офлайн. Поэтому я обожаю это приложение. Я рада, что оно существует. Далее это приложение Переводчик. Это достаточно полезное приложение, потому что, если вы делаете, например, английский, или вам нужно перевести какое-то слово с какого-то языка на русский, то вы просто используете Переводчик. Я думаю, все понятно. После Переводчика у меня идет приложение Facebook. В Facebook я подписываю как Elinilomist на английском. Так что подписывайтесь на мой Facebook. Я всех добавляю в друзья. Далее это приложение Навигатор. Если вы едете в какой-то незнакомый город, то очень удобно пользоваться этим приложением, чтобы ориентироваться по местности. Далее это Переводчик на кошачьи и Shazam. Переводчик на кошачьи я использую для того, чтобы как-то играть со своей кошкой. А Shazam это для того, чтобы распознавать музыку, которая, например, играет в магазине, но вы не знаете имя автора и название самой песни. Вы можете просто включить Shazam, и он вам распознает исполнителя и название песни. Последняя страница это третья страница. Здесь мало приложений. Тут одни игры. Первая игра это Slizario. Тут нужно играть червячком. Не думаю, все знают эту игру. Далее это Tome за золотом. Это то, как Том собирает золото, и там ты строишь один дом, потом второй дом. Но вообще я уже перестала играть в эту игру. А тем это Subway Surf. Всегда у меня эта игра на всех моих гаджетах, но я в нее редко играю. Тут тоже просто человек бегает по поездам за золотом. Далее это Hearthstone. Тут это карточная игра, но в последнее время я в нее не играю. И Piper Toss. Тут просто нужно бумажку закидывать в ведро, и иногда в нее играю. Ну и последнее, что я могу сказать, это о приложениях, которые у меня находятся сам внизу. Это телефон, Instagram, Safari и музыка. Instagram для того, чтобы выкладывать свои фотографии. Это понятно, да? И смотреть чужие. Например, я лайкаю все фотографии почти. И в Instagram я подписана как Elinocca Yelomist. Вот. Так что подписывайтесь на мой Instagram, потому что я там публикую различные свои фотографии. И пишу много нового интересного, что будет или было со мной. Так что советую подписаться на мой Instagram. Ну вот и все. Я вам рассказала о всех приложениях, которые я установила на свой телефон. Так что надеюсь, что вам понравилось это видео. Я вас люблю, спасибо вам большое за просмотр. Пишите в комментариях, какие видео вы хотите видеть на моем канале. С вами была я, Элина. И всем пока-пока. И пессимист, и оптимист, и пианист, и баянист, и программист, и шахматист. Смотри канал. И гитарист, и вокалист, и альпинист, и футболист, и журналист, и скандалист. Смотри канал. Элина, я лампист. Элина, я лампист. Смотри канал. Элина, я лампист.